В ожидании второй волны паводка В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу Дипломы, книжки и сладкие подарки На празднике сибирской медиагруппы наградили победителей конкурса «Ко дню защиты детей» Мы с Лёвой очень такой веселый малыш, если с ним дома мы играем, постоянно кида яркие эмоции, яркие моменты Я просто часто снимаю, это и вот одним из таких моментов решила поделиться Это информационный канал «Город» в студии Антон Киселенко, здравствуйте Вода в Аби в районе Затона ежедневно прибывает За сутки уровень увеличился на 8 сантиметров, еще раньше на 10 Синоптики обещают вторую волну, но повторение прошлогоднего аномального паводка не прогнозируют Кстати, ровно год прошел с момента начала наводнения, которое войдет в историю как самая сильная и разрушительная Как живется Затон сам сегодня и чего ждать в ближайшее время, выясняла Лаиса Куренкова Кажется, будто жизнь в Затоне плывет по течению Несмотря на то, что подвалы и некоторые земельные участки еще не просохли от первой волны паводка Василий Семенович и другие его соседи разбивают огороды Говорит, апрельская вода не зашла в дом, ему повезло, но вторая волна покоя не дает Будем ждать все узлы на Сеновале, везде все в узлах, все везде поднято В гараже все поднято, в избе все тоже, на диванах, ждем пока она сейчас придет, уйдет От аналогии с прошлогодним потопом эксперты просят воздержаться Лето 2014-го было аномальным, уровень воды достиг небывалой отметки 742 сантиметра Экстренно эвакуировали жителей, а после долго восстанавливали поселок Косвенные последствия той стихии можно увидеть в Затоне и сегодня Еще в прошлом году здесь были дома Их снесли, но строить жилье здесь больше не будут Планируется благоустроить эту площадку, поставить лавочки, качели Но когда это будет сделано, пока неизвестно Известно только, что в прошлом году снесли и расселили 13 аварийных построек в Затоне Которые сильнее всего пострадали от наводнения В этом году под снос пойдут еще 8 многоквартирных домов Такой разрушительной силы, при которой вода наносит колоссальный ущерб, нынче не прогнозируют Сегодня уровень воды в районе Барнаульской Венеции 503 сантиметра При данном уровне мы легко переживем вторую волну, без каких-либо потерь При уровне 500, планируемом 30-540 сантиметров выше нуля Порядка 150 участков у нас подтоплено, дома при этом уровне не подтоплены Критическая отметка для Затона, напомним, 540 сантиметров Синоптики говорят, дожди прошлой недели привели к подъему в Би и Катуни Но сейчас напротив, в Верховьях идет спад Плюс-минус 30 сантиметров за сутки в Бийске Таковы колебания уровня Идет спад воды, но та волна, которая была, она естественно с добеганием дойдет до Барнового То есть пик подъема воды придется где-то на пятницу, в субботу этой недели Но этот объем воды не превысит отметки подтопления, ну максимум 5-10 сантиметров Режим чрезвычайной ситуации в Затоне еще действует, поскольку на этой неделе должна завершиться санобработка и откачка выгребных ям Эта работа продолжается после первой волны Надеются, что вторая июньская пройдет для поселка еще менее заметно, чем апрельская Лариса Куренкова, Андрей Печоркин, информационный канал Город Губернатора не устраивает качество городских дорог О состоянии магистрали и краевой столицы Александру Карлину задали вопрос журналисты на медиалоге Глава региона сказал, цитирую Если бы я сказал, что устраивает, вы бы подумали, что не совсем адекватен Или по дорогам не езжу Барнаула Конечно же они меня не устраивают Я стараюсь все, что от меня зависит, делать для того, чтобы помогать городским властям в решении этой проблемы Конец цитаты Александр Карлин отметил, что недавно распределена дополнительная помощь муниципалитетам на ремонт дорог Для Барнаула это финансирование в размере 150 миллионов рублей Вложение регионального бюджета в решение проблемы По отчетам, которые направляет администрация города, половина дорожного ремонта выполнена Кроме того, Александр Карлин призвал общественников участвовать в комиссиях по приемке качества работ Соответствующий допуск утвержден распоряжением губернатора Не хочешь сдавать физкультуру? Положи деньги преподавателю на телефон или купи в аптеке определенные лекарства Физрука Алтайского аграрного университета обвиняют в получении взяток Следователи предполагают, что закон он нарушил не меньше 23 раз Подробнее об этом не только наш сегодняшний обзор новостей социальной сферы По версии следствия, взятки преподаватель аграрного университета брался июня 2013 года по октябрь 2014 Их размер напрямую зависел от того, что сдавал студент Если при зачете физрук ограничивался сотнями рублей, то за экзамен такса автоматически повышалась Таким образом, он опустошил кошельки ребят на общую сумму в 50 тысяч рублей Любопытно, что преподаватель аграрного не гнушался ничем Взятки он получал наличными путем зачисления денег на телефон И даже в виде лекарственных препаратов и стоматологических материалов В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу За указанное деяние максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет Со штрафом в размере 40-кратной суммы взятки Кстати, за получение сразу нескольких взяток в Алтайском крае преподаватели уже привлекали Одного из технического университета суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно А теперь к другим темам Треть барнаульских школьников не сдали нормы ГТО А на отлично со всеми заданиями справились только 12% учащихся Напомним, с 15 по 25 мая во всех регионах России прошла неделя ГТО В Алтайском крае это была первая пробная сдача норм В фестивале участвовали ученики 5-8 классов в возрасте от 11 до 14 лет Всего в нашем регионе нормативы пытались сдать около 2000 школьников Подробный отчет о результатах выполнения норм ГТО в нашем регионе Крайспортуправления обещают озвучить 20 июня Очень тяжело удалось тесты на выносливость Полтора-два километра Вот здесь многие просто бег И чисто технические такие вещи Очень удивился, что мальчики многие просто не умеют подтягиваться У вас есть вопросы по поводу качества и безопасности детских товаров Обращайтесь в Роспотребнадзор Там работает телефон горячей линии Специалисты ведомства дают консультации с 10 до 17 часов Задать вопросы можно по телефону 66 54 27 Ольга Калачева, Николай Шилко, информационный канал, город Еще одному злостному должнику сегодня перекрыли канализацию На крайние меры ДС-2 Ленинского района вынужден был пойти Поскольку собственник задолжал за коммуналку более 200 тысяч рублей Пластиковые окна, решетки на окнах И не скажешь, что здесь живет неплательщик На предупреждение они реагируют Но от коммунальщиков ему не уйти При помощи специальной заслонки и видеокамеры Они блокируют должнику канализацию Отключение услуги в отдельно взятой квартире Занимает считанные минуты Меру эту считаем эффективной По причине того, что на канализацию устанавливается сетка Вода будет уходить А крупные фракции будут оставаться Эта мера принимается при работе только со злостными неплательщиками То есть с теми, у кого есть деньги И кто не платит То есть принял такую позицию Без действующей канализации на Георгии Исакова 252 Сегодня осталась одна квартира Жить здесь без водоотведения Скоро станет практически невозможно По опыту коммунальщики знают Что не заставит себя ждать и оплата счетов Всего сотрудники водоканала Сегодня посетили 4 адреса Уже в июне в крае и его столице Стартует всероссийская дачная перепись Она коснется тех, кто профессионально Занимается сельским хозяйством А также многочисленной армии садоводов-любителей Работающих на земле в свободное от других дел время О чем будут спрашивать И к кому пойдут за ответами Узнала Татьяна Гладкова Уже совсем скоро и на ваш дачный участок Может прийти человек, который начнет задавать Самые разные вопросы Отличить переписчика от обычного прохожего Очень просто Во-первых, у него будет специальная форма Во-вторых, у него будет удостоверение Которое он обязан предъявить вместе с паспортом Организаторы надеются, что алтайские садоводы Ответственно отнесутся к переписи И ответят на все вопросы Сколько у вас плодово-ягодных деревьев? А что здесь растет? А какой культуры посажено больше? Есть ли теплицы? Примерно такие вопросы будет задавать переписчик Для чего она нужна? Она нужна нам самим, огородникам-садоводам Для того, чтобы узнать Сколько нас, чем мы заняты Сколько мы производим продуктов Сколько, возможно, реализуем на рынке Чуть больше шести соток Но продуман каждый сантиметр Назвать Людмилу Подоляк садоводом-любителем Никак нельзя Она профессионал Овощи, ягоды, фрукты, цветы На этих грядках растет все Урожай не для продажи Все в семью Муж ругается Столько банок Куда будем их складывать? Ну, складываем И кушаем потом зимой У меня двое сыновей Они сады не имеют Потому что молодые работают И мне когда Так что вот мы делимся И еще и внуки Еще и прамнучка скоро будет В переписи будут участвовать Только ухоженные участки Где люди живут И где выращивают урожай Обязательно спросят О размере дачи Это необходимо Чтобы навести порядок В земельном кадастре Уже с 2018 года Продавать свой сад Без точных границ Будет нельзя Анатолий Логинов В переписи не боится Секретов нет О своих владениях Может рассказать Не только переписчику Но и на камеру Яблоки растут Смородина Вишня растет Барковь Помидоры Лук Чеснок То, что самое необходимое Свою работу Переписчики начнут Уже в июне Закончат ориентировочно В сентябре И уже потом На основании всех данных Будут сделаны выводы Кстати, дачники Могут надеяться И на помощь от государства Например, с инфраструктурой Или охраной садоводства Татьяна Гладкова Андрей Печоркин Информационный канал Город Сегодняшний сюжет В рамках рубрики Улицы столицы Посвящен настоящему И прошлому Поселка Ильича Где в начале 20 века Билось промышленное сердце Барнаула Знает Илья Кочетков Кораблик Пантонный мост Где в Барнауле Находятся улицы Со столь странными Названиями А находятся они В месте Настолько по своему Экзотическом Что многие барнаульцы Знают об этом месте Но далеко не каждые Здесь бывали А между тем Это место Имеет Очень давнюю И по своему Славную Историю Добро пожаловать В поселок Ильича Мы не случайно Начали путь отсюда Большой Глядин Глядинская гора Глядинский обрыв То, что сейчас Выглядит как Да что там является По сути свалкой Место по-настоящему Без натяжек Историческое Глядинская гора От слова Клядеть Наверное Издавна была Ориентиром Для путников Прибывавших Город Со стороны Нынешнего Новосибирска Именно вот Глядин Есть в издании Американцы Кеннана Вот как-то Он здесь был То есть он Не совсем Как бы и фотография Но в то же время Уже и не рисунок Как раз вот именно Глядин на вкладочке Там всегда В общем присутствовал Собственно поселок Который стихийно Образовался здесь У переправы Так и назывался Глядинь Поселком Кожзавод Он стал в конце 19 века Когда барнаульские Власти решили Перенести все Вредное производство Подальше на север Это было по сути Вторым рождением Барнаульской промышленности Сереброплавильный Уже угас А Меладжево Еще не построили В 1893 году Здесь появился Кожевенный завод Сухова Несколько корпусов Десятки работников Здесь же построили Винокуриный Завод Ворсины и Алюнина Словом Жизнь закипела В разные годы Здесь работало От 50 В общем Ну и В советские годы Уже к 27 году Здесь работало 393 человека То есть Все они жили здесь Со временем Как бы Понятно Поселок должен был Разрастаться Примечательно то Что названия Немногих улиц Поселка Буквально выросли Что называется Из народа Остров Кораблик Понтонный мост Что вижу То пою Как говорится Советская власть Взяла топонимику В свои руки И в 20-х годах Поселок стал называться Ильича Местные жители Правда Мимо камеры Признались Что есть идея Притащить и поставить Где-нибудь тут Бюст Ленина Чтобы Ильича Был с Ильичом Смех смехом Но именно с подачи Ленина В 20-х В 21-м годах Через Барнаул Молодое советское государство Налаживало торговые связи С самой Великобританией И поселок Ильича Имел к этому Самое прямое отношение Отсюда британцы Получали барнаульские кожи Высочайшего Да-да Качества Алтайские барнаульские кожи Очень ценились Во всем мире Поселок Ильича Не был Скажем так Ключевой точкой Этого Великого Советского Шелкового пути Но именно здесь Эти кожи Грузились на корабли Которые шли Уже дальше Вниз По Абии На север А дальше Северным водным путем Так дешевле На английские фабрики И стучали затем По лондонским мостовым Сапоги и туфли Из барнаульской кожи Ну когда сейчас говорят Вот о санкциях Ну вот этот вот Греет Чем-то вот этот вот Эпизод Потому что тем более В те годы Даже дипломатических Отношений С Англией еще не было Тем не менее Торговля шла А вот и сам Кожзавод Точнее то Что от него Да осталось На одном из зданий Виднеется дата 25-й год Год расцвета Здешнего производства И не мой укор Сегодняшнему состоянию Памятника А то что это памятник Уровня сереброплавильного Идемидовской площади Сомнений нет Это вот памятник Такого промышленного Прошлого Алтая Той эпохи Которая наступила После окончания Горнозаводской эпохи То есть когда Возникали предприятия Крупные предприятия Достаточно По переработке Сельхозпродукции Здесь на месте Для того Чтобы она В общем Существенную цену Имела В последующем Уже Где-то на рынке За пределами Сибири На этом мы заканчиваем Наше небольшое путешествие Сегодня А в следующий раз Мы прогуляемся По улице Балтийской Победители получили Подарки И хорошее настроение Накануне На летнем празднике Который проводила Сибирская медиагруппа Были названы имена Обладателей призовых Мест конкурса Ко дню защиты детей Напомним На наш электронный адрес Терезлители Присылали видео И фото зарисовки С участием детей Их было более 20 Экспертный совет Нашей редакции Определил тройку лучших Подробности в нашем сюжете Первый летний день Порадовал хорошей погодой Все располагало К отличному Активному отдыху На территории Перед парком Солнечный ветер Организовали Фестиваль дворовых игр Дети и их родители Участвовали в веселых стартах Ставили рекорды В прыжках Через скакалку А самые ловкие Покоряли резиночку Здесь опыт и молодость Сражались наравне Вот у нас там резиночка Прыгают Мамы показывают Дети повторяют За это получают ленточки Погода солнечная Настроение отличное Мне кажется Это один из самых лучших Праздников этого лета Хотя лето только началось Пока одни прыгали Другие превращались В сказочных персонажей Между тем Участники нашего конкурса Начали подтягиваться К сцене Настал долгожданный момент Отметим Что подобные акции Мы проводим не впервые Но детские Вызвали наибольший интерес Из 20 видео И фото Зарисовок Третье место Мы присудили Семье Мязиных К сожалению Познакомиться лично Не успели Получив подарок Вкусный торт Победители Спешно покинули праздник Видимо торопились На семейное застолье Второе место Досталось Питуниным Юная волшебница Виктория Практически сразу Стала нашей фавориткой Случайно Решили Отправить видео Не готовились К этому никак Ну и вот В итоге Благодаря вашему Вашей оценке Все таки Получили Второе место И мы рады Да? А сейчас На ваших экранах Обладатель первого места Нашего детского конкурса Практически единогласно Этот мальчуган Стал победителем Говорят Он очень любит Позировать на камеру В семейном архиве Много забавных И смешных Видеороликов С его участием У нас Лева Очень такой веселый малыш Если с ним дома Мы играем Постоянно Какие-то яркие эмоции Яркие моменты Я просто часто снимаю Это и вот Одним из таких моментов Решила поделиться Остальные видео И фото зарисовки Детского конкурса Еще могут побороться За приз Зрительских симпатий На сайте Нашиновости.тв Отметим Что заявки на участие Мы больше не принимаем До 5 июня Включительно Вы можете Оставлять свои голоса Результаты Огласим В начале Следующей недели Елена Кузовкина Илья Кочетков Николай Шилко Информационный канал Город В ближайшие субботу И воскресенье В Краевом театре драмы Состоится сразу Четыре премьеры Это будут Небольшие спектакли По произведениям Пушкина Для постановки В Барнаул приехали Режиссеры из Самары Иркутской И Екатеринбурга Об этом и не только В обзоре событий культуры С Пушкиным На дружеской ноге Так назвали Творческую мастерскую В Краевом драматическом В свое время Ее задумал Алексей Логачев Не так давно Он покинул театр По собственному желанию Однако еще Будучи режиссером Успел пригласить Своих коллег И вот они приехали За эту неделю Они должны будут Поставить Четыре спектакля Эскиза По сути Это заявка На полноценную работу Артем Устинов Предложит критикам Скупого рыцаря Александр Вахов Пир во время чумы Андрей Шляпин Моцарта и Сальери Максим Астафьев Кстати он не приезжий Он свой Покажет станционного Смотрителя В ходе пресс-конференции Режиссеры признали Что работать Над произведениями Пушкина Нелегко Тем интереснее Должен быть результат Мнение зрителей Обещают учесть При выборе эскиза Для дальнейшей постановки Вот на моей памяти Были такие лаборатории Когда например Определенный эскиз Он в принципе Не получался Это была полная ерунда Ничего не выходило Но мысль была Заложена в нем хорошая Театр с режиссером Другой присматривались Актерам было С комфортно С ним работали Не ходил общий язык В краевой филармонии Готовятся к закрытию сезона 5 июня Сыграют Предпоследний концерт Ежегодно летом Здесь предлагают Зрителям Доступную Для восприятия Классическую музыку В исполнении Симфонического оркестра Нынешний Посвятили 175-летию Со дня рождения Великого композитора Петра Чайковского В программе Прозвучит музыка Из лебединого озера Спящей красавицы И щелкунчика По мнению дирижера Получается Интересный концерт Из двух отделений Напомним Он состоится В краевой филармонии 5 июня В музее Истории, литературы, искусства и культуры Алтая Открылась выставка Картины в четыре руки Все представленные работы Созданы детьми С ограниченными возможностями здоровья Им помогали именитые алтайские художники Здесь и очаровательные детские каракули Так называют их организаторы выставки И созданные на их основе картины Любую понравившуюся можно купить А все собранные деньги Передадут маленьким авторам на лечение Выставка будет работать до 13 июня Елена Кузовкина Информационный канал «Город» К новостям спорта Легкоатлет Евгений Кунц Вошел в число сильнейших На командном чемпионате России в Адлере Он занял пятое место На дистанции 5000 метров С результатом 13 минут 40 и 43 сотых секунды Тем самым Кунц побил прежний рекорд Алтайского края на этой дистанции Установленный в 1987 году Далее вас ждет репортаж с матча «Динамо» Том-2 Футбол «Динамо» Шестое место во второй лиге страны Это глубоко Заключительный матч сезона Наши провели дома против дублеров «Томи» Прошел он на фоне картинки из прошлого века Деревянные лавки красовались на южной трибуне Ведь пластиковые кресла унесли менять 25-я минута атакуют хозяева Погребан пасует в штрафную площадь Томский футболист выполняет подкат Срезая мяч на свободного Казанцева И тот поражает ворота из выгодной позиции Гости смогли сравнять Закинув с середины поля голевой пас Ошибся барнаульский защитник на фланге Мяч скок-скок И еще двое наших не удел Прям как последний гол Леонеля Месси Когда тот обвел словно Марадон на всех Хотели с самого начала взять Как говорится, я так понял, теплыми ручками Но не получилось Команда оказалась ежиком Маленько, как говорится, проснулись Середина первого тайма Все прижали, все нормально Пошла игра Второй тайм тоже начали И потом подсели Несколько забитых мячей Это всегда праздник для болельщиков Так и вышло тем вечером Динамо нападает левым флангом Навес на Цыганова И он красиво поражает ворота Это мячей головой в падении Настоящий взрослый гол Во втором тайме наши еще раз Смогли порадовать публику Разыграли штрафной удар Забросили в площадь зеленых Где ошибся на выходе их вратарь Казанцеву удалось покатить мяч в суматохе Последний гол случился за 15 минут до конца Капитан Динамо Андрей Клименко Не сумел принять мяч в защите Гости втроем вывалились на ворота И смогли их поразить 3-2 Только у Томска эта команда мальчишек была А Барнаулта представляют профессионалы Команды мастеров Как их называют по старинке Через месяц начинается новый сезон Тренеру Динамо какой-нибудь будет Прошлого Новосибирского, как вы помните, прогнали Его видение футбола было непонятным тому же Суровцему Работающему с командой сейчас У нас много чего не получается в игре Но я думаю, что последние игры Вы не увидели равнодушных хотя бы на поле Что-то не получалось, равнодушных не было Это я считаю, что это главный такой плюс Который нам Чего нам удалось забиться За этот период За последними Юрий Борлис, Кирилл Политов, Александр Морозов Информационный канал «Город» Завтра в Барнауле ночью до 13 Тепла, днем до 25 До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова